этот выпуск посвящен продажам ты хочешь цель достичь 10 тысяч долларов в месяц зарабатывать и так отзыв о посещении салона манами город мариуполь у меня к тебе блин большие претензии кого цель побыстрее срубить денег или на перспективу наверное сегодня моего прощальное выступление три волшебных слова которые он говорит и ты покупаешь сразу ночью то можно стать миллиардером ярослав пропал видному стало стыдно это что вы имеете это попросту результат того что вы сделали всем привет друзья ну что я надеюсь что после прошлого выпуска взбодрились не только наши участницы но и вы и сегодня самое время заняться нашим мужчиной потому что ярослав вы помните нашего участника ярослава который пришел к нам со строительной темой и мы приняли решение выбрали нишу фасадов в общем-то ярослав на некоторое время пропал пропал занялся какими-то другими делами и попросил от гул до февраля поэтому как только наступил февраль я заставила сергея звонить ярославу и ставить его перед фактом либо ярослав приступает к активной работе либо он покидает шоу следом за оли меняйло ярослав оказался более в скажем так более серьезно настроен на работу и сказал что он готов работать поэтому в принципе практически весь этот выпуск посвящен работе ярослава в ту работу которую он проводил в феврале это было несколько встреч это было очень много интересных знакомств и работой над продажами поэтому можно смело сказать что этот выпуск посвящен продажам сложным тяжелым самому наверное нелюбимому действию для всех но сегодня мы будем разбирать это от и до и конечно же вы узнаете о том как дела обстоят у людмилы какие цифры у людмилы появились за это время ну и вообще что происходит в жизни наших участников так что устраивайтесь поудобнее не забудьте пожалуйста взять блокнот и ручку потому что точно будет что записать и смотрите внимательно не забывая о том что каждый просмотр нашего шоу обязательно должен превращаться для вас в деньги только что поговорил по телефону с ярославом должны были с 10 встретиться к сожалению он не смог заболел как-то у нас сложно с с ним все получается долго так как у нас с этого года мы уже говорили все сильно ускоряется я ярослава весь январь пытался вытащить но он какими-то своими делами занимался и теперь сегодня я с ним договорился уже наконец-то о том что мы начинаем работать с ним ежедневном режиме мы с ним поставили цель по телефону обсудили ну за это два месяца которые мы его не снимали он практически ничего не сделал он ну помните он определился что он будет заниматься отделка фасады фасадов и вот за эти два месяца он определился с какой технологии он будет работать собственно ну то есть почти ничего не делал и теперь мы с ним встречаемся через два дня 7 февраля встретимся в четверг и у нас будет уже точно мы с ним поставим цель вернее мы цель сейчас обозначили а в четверг мы наметим план достижения этой цели какую мы с ним поставили цель смотрите мы не стали ставить пока цель в деньгах потому что нам не очень понятно в общем то кухня этого бизнеса не совсем понятно финансы поэтому мы решили что мы должны сейчас на март найти ярославу трех клиентов для того чтобы он сделал эти три объекта и тогда уже будет понятно сколько с примерно с каждого объекта или с каждого квадратного метра там этого фасада он сможет заработать пока есть только предположение но вы понимаете что все это мы должны проверить на практике в общем наш план на сегодня с ним это найти трех клиентов за месяц трех клиентов или хотя бы ну не то что мы с ними может быть там договор уже заключим но хотя бы у нас должно быть несколько лидов как с которыми мы будем близки уже к заключению договора и в марте мы должны все равно какую-то работу уже приступить делать ну что я готова поговорить уже без эмоций спокойно выдохнула выжила немножко даже заболели бы да мне кажется ну для этого как-то много энергии выдано я хочу очень много витает вопросов до воздухе люди там обсуждают заплатили деньги виноваты не виноваты что должны что не должны я хочу сегодня немножко поговорить на подумать да обсудить некоторые вещи потому что она первый момент такой очень интересный это то что почему-то многие люди которые начинают делают первые шаги вообще еще не являются кем-то они считают что когда они платят деньги теперь им должны дать а предприниматели успешные люди они знают другое что когда они платят деньги они должны взять вот у меня всегда например было как если я за что-то заплатила деньги я знаю что все сейчас я просто нападу и буду брать все что только возможно взять да ну доступ есть все надо побольше на напичкаться у нас люди придерживаются этого только в инклюзиве в турции да когда у них на тарелке макароны гречка морепродукты курица картошка фри и все сразу но ни в коем случае не в бизнесе значит ребят такая интересная вещь чтобы вы просто понимали значит участники которые у нас сейчас которых вы видите с которыми у нас происходили такие все ситуации они заходили к нам когда профессиональная команда не входило да сейчас у нас совсем другая стоимость участия в шоу потому что каждый человек в команде который он стоит очень приличных денег у нас очень крутые специалисты мы берем лучших то есть это люди которые стоят дорого и вот представьте себе что нашим участникам говорят дорогой друг тебе повезло ты сегодня выиграл в лотерее а ты сидишь в пустом доме и перед тобой открывается представьте себе склад с магазином в котором ты можешь выбрать для души все что ты захочешь там есть любые матрасы и мебель кровати и предметы декора любых брендов у тебя есть доступ ко всему этому и кроме этого тебе говорится мы понимаем что ты можешь сейчас растеряться поэтому вот тебе консультанты которые тебе подберут самое лучшее ты говоришь да а мне не очень нравится выражение лица консультанта не очень тонн его нравится мне кажется он относится ко мне с неуважением да то есть со стороны это выглядит приблизительно так мало того что консультант уже подобрал тебе все самое лучшее он уже готов тебе это все расставить но есть какие-то определенные моменты да он там говорит реши пожалуйста вот где у тебя будет спальня мне нужно понимать да какого цвета это ты бы хотел а ты говоришь но я не знаю как бы я же заплатил вам деньги у меня нет времени этим заниматься у меня нет да да у меня нет времени сейчас этим заниматься настроение не то вы знаете вообще глядя на ваше выражение лица мне не очень хочется пускать ваш свой дом вопрос в том что вот в жизни почему-то люди с бедным мышлением живут именно так и и конечно меня это поражает обратите внимание на то не так ли живете вы потому что если говорить еще более глобально для тех кто поймет ведь наша вселенная она точно такая же она изобильна и имеет все но мы сами выбирая себе профессию сами выбирая на что тратить свое время сами выбирая себе партнера по жизни мы сами делаем этот выбор и в итоге делаем свою жизнь такой как мы ее сделали и что мы при этом говорим ну жизнь другого выбора мне не дала у меня нету вообще не ничего для этого так получилось это судьба карма мы придумываем самые разные объяснения для своих неудач хотя по факту делаем этот выбор сами мы просто не взяли жизнь дала нам абсолютно все и каждый из участников который когда-либо приходил наш проект он попросту не взял отдавать мы даем по-моему сейчас мне кажется можно локти кусать участникам первых проектов как повезло этим ребятам второй момент который витает в воздухе это очень смешной момент вы должны объяснить и научить по каждому пункту как взять в руки мелок кто-то написал какого цвета этот мелок каким шрифтом писать ребят вы шутите вы считаете это для предпринимателя нормально вы считаете что предприниматель в принципе может себе позволить чтобы его учили таким вещам предприниматель это как художник это такое же творчество чем ярче ты сможешь себя выразить чем интереснее твой мозг чем более смелые твои решения это выражение индивидуальности почему люди по сути делая одно и то же многие ведь ниш не так много в мире одни становятся супер удачными а других и нет ну бизнес прежде всего вы должны понимать что это выражение вашей индивидуальности если будет мы будем все говорить это будет уже наш бизнес а не ваш бизнес поэтому вы должны как-то себя проявить я это замечаю вот то ну что сейчас начинается когда мы даем задание нашим участникам очень часто не часто практически постоянно задание делается для нас чтобы отчитаться я сделал не получилось и что дальше и что дальше давайте следующий давайте следующий то есть вы не понимаете что когда что-то в жизни вообще даются какие-то подсказки возможности что это делается не для того чтобы вы в очередной раз подтвердили что не сработало не получилось а чтобы вы попытались из этой пищи извлечь максимум пользы сделайте так что получилось вот можно сделать можно сделать так можно сделать так что не получится можно сделать так что получится сделайте так что получилось в этом и суть предпринимателя понимаете у всех вокруг не получается а он делает так что у него получается и тогда он зарабатывает вот в этом предприниматель еще один такой момент тоже интересный который я смотрю есть в оправданиях наших участников до у некоторых там, да это не такой монтаж, да это не так все подано, да вы все не так видите. Я вам хочу сказать, что, возможно, вам кажется, что мы делаем это шоу для вас, но это неправда. Потому что в данном случае момент шоу, он совсем не шоу. Я сейчас не работаю над спецэффектами, мы сейчас работаем над реальностью наших участников. И то, что вы видите, комментируете, то, что все выносится на публику, конечно, это элемент шоу, и он очень сложен для участника. Но участник очень часто забывает, что вопрос не в монтаже и не в том, как это видите вы, а вопрос в том, что они в результате получают для себя. Ведь у нас с вами не шоу «Дом-2», где участник может вести себя как угодно, может быть разный монтаж, может быть еще что-то, но по факту он получает популярность, которую после может использовать, становившись там ведущим, делая инстаграм-миллионник и продавая там рекламу. Продолжать хайповать у нас не то. У нас участник уходит ровно с тем, что он получил в средине шоу, а не извне. То есть то, как он сумел или не сумел поставить свои мозги на место, то, как он ушел, например, с сайтом, с рекламой, с системой бизнеса, с пониманием, как он работает, как его масштабировать, он уходит с этим. Поэтому, дорогие участники, у меня к вам тоже большая просьба и всем зрителям совет. Умейте отключать шоу, эмоции от себя. Мне кажется, что вам всем не хватает любви к себе, потому что для меня эгоизм и любовь к себе заключаются прежде всего в том, когда я думаю о своих интересах. И если бы я была участником, то мой интерес прежде всего заключался бы в том, что раз уж я пришла, то простите. Нагрести как можно больше. Отжать. Сделали сайт. Супер. Настроили рекламу. Супер. Дали консультантов. Супер. Надарили подарков. Супер. Что еще можно отжать? Автоворонки настроили. Автоворонки настроили. Отжало. Можно продавать этой аудитории. Отжало. Вот это, а не та любовь к себе, где вот эта корона, о том, как я уже приводила пример, не тем тоном, не так посмотрели. Ребята, это очень сильно мешает вам в движении. Вы не поверите, но я знаю большое количество очень успешных людей, которые в прямом и переносном смысле подставляли свои пятые точки для того, чтобы продвинуться вверх. И если бы вы знали, и если бы я могла, но я никогда этого не сделаю, произнести имена тех великих мужчин, в том числе, которые стоят там, которым было все равно, как продвинуться, но они страшно этого хотели, вы были бы в шоке. Потому что это и есть та самая любовь к себе. Потому что человек понимает, что у него есть жизнь, он выбирает разные способы, и не нам их осуждать или награждать, но у него есть цель пройти вперед, и он проходит. Я вам могу сказать, что самым ключевым моментом, который показывает вашу любовь к себе, является тот факт, в котором вы сегодня находитесь. Посмотрите, где вы сегодня проснулись. Посмотрите, где вы сегодня живете. Посмотрите, какие у вас сегодня есть возможности. Посмотрите, сколько денег у вас в кармане. Я каждый раз, когда читаю какие-то слова вроде «Вы тупые, вы сами ничего не знаете из смешного». Вы спрашиваете зрителей даже постоянно, что делать, потому что сами не знаете. Или вы привлекаете специалистов других. Что вы делаете? Вы сводничеством занимаетесь. Я понимаю, насколько смешно это звучит для продвинутых людей, и насколько грустно это для тех людей, которые считают, что действительно так и есть. Я счастлива, что такие люди тоже смотрят нас, потому что у вас есть счастье и надежда. Так вот, я вам могу сказать, что я свой факт ощущаю ежедневно. Когда приезжаем мы с Сергеем в нашу роскошную квартиру, когда мы спим в нашей роскошной постели, на роскошном постельном белье за несколько тысяч долларов, я ощущаю факт того, чего я достигла, именно находясь в своей действительности. И у меня она другая. И я вам могу сказать, что эта действительность не упала к нам. И мы продолжаем каждый день работать над тем, чтобы эта действительность оставалась у нас и становилась ещё лучше. Каждый наш шаг вверх – это постоянная боль. Представьте себе, что небо над вами состоит из огромного количества слоёв бумаги, бетона и прочих крыш, которые вам необходимо пробивать. И каждый раз это больно. Но для того, чтобы к ним пройти, короной вы их не пробьёте. Вы должны их пробивать собственной головой, мозгами, руками, чем сможете. Но пробивать необходимо, иначе ничего у вас не произойдёт. И мне очень хочется, чтобы вы это понимали. Потому что эмоции эмоциями, а есть живой человек, и не свойственно так реагировать на какие-то вещи. Я даже поражена, насколько близко я воспринимаю все ситуации, которые происходят с нашими участниками. Но я хочу, чтобы вы помнили о том, что по факту это ваша жизнь. Вы сами делаете её выбор, выбор в ней. И то, что вы имеете, это попросту результат того, что вы сделали. Вот и всё. И когда вы встречаете на своём пути людей, ситуации или возможности, благодаря которым вы можете точнее пробить свой потолок, а особенно, когда есть группа людей, которая берёт вас на руки и держит, когда вы это делаете, потому что толчок нужно сделать вам, цените эти ситуации, возможности, мгновения. Потому что в противном случае, когда-то вы непременно вспомните об этом. Но я думаю, что вы вспомните об этом не с королевского ложи. Привет. Привет. Наконец-то мы вернулись. Смотри, два месяца мы тебя не трогали. Ну и по разным причинам. Сначала мы, нам было некогда, потом тебе было некогда. Некоторые, кстати, участники у нас уже не выдержали темпа. Я надеюсь, что с тобой этого не случится, потому что если ты пришёл за результатом, значит, ты будешь просто этот темп держать. Всё, смотри, что касается тебя. Значит, ты придумал себе продукт. Да. Примерно придумал. И, значит, ещё у тебя его нет фактически, но для того, чтобы он появился, нам нужен клиент. Вот сейчас наша задача, самое главное, найти клиента. Для того, чтобы найти клиента, нам нужно какое-то как-то… Я тебя попросил сделать, дал тебе задание. Не попросил, а дал задание. Ну, задание моё видение, где можно… Да, создать чёткое позиционирование. Ты хочешь цель – достичь 10 тысяч долларов в месяц зарабатывать. Правильно? Ну, уже надо глобально, да. Глобально 10 тысяч долларов. Но сейчас мы с тобой ставим на март месяц три клиента найти. Да. Нам важно сейчас найти три клиента для того, чтобы проверить продукт, посмотреть финансовую модель, потому что ты себе там… То, что ты себе считаешь стоимость работы, стоимость материала… Общаясь с Александром, я понял. Когда ты начнёшь делать это, ты увидишь, что себестоимость может сильно вырасти или там как-то… Ну, сильно варьироваться от многих причин. Поэтому тебе нужно проверить вообще и проверить, какая же истинная себестоимость, чтобы… Ну, правильные потом предложения. Прежде всего, ты чек-лист, кто мои клиенты написать, да? А, ну давайте. Ты написал, кто твои потенциальные клиенты. Люди, у которых есть частные дома, люди, которые строят в данный момент частный дом, организации, которые строят частные дома, государственные учреждения, организации, в которых есть в собственности частные здания… Я имею в виду офисы. Ну, офисы там, что… То есть, собственники каких-то зданий. Да. Так, где обитают мои клиенты? Следующий мой был вопрос, ты на него отвечаешь. Строительные магазины, форумы для ремонта строительных работ, порталы объявлений, социальные страницы, выставки по строительным материалам. Хорошо. Чем отличается мой продукт от других? Пока не определил. Это плохой ответ. Это самый, это очень важно. Вот я тебе точно скажу, что ответ на этот вопрос найти непросто. Я там… И он сразу… И да, ты его найдешь, когда я не знаю. Но ты всегда об этом должен думать. Это тот вопрос, который ты себе задаешь вечером, перед тем, как ложишься спать, и утром первый раз ты просыпаешься, и первым делом ты об этом должен думать. Я понимаю, что я найду этот вопрос на этот ответ, когда, допустим, закроется. Когда у тебя будет практика, он как-то начнет у тебя приходить. Просто когда ты информацию читаешь, ты понимаешь, что ты именно в одной, как сказать, в одной линейке. Пока твое УТП, это я новичок, но очень сильно поэтому стараюсь. И готов сделать дешевле. Ну дешевле, да. Да. Так, почему должны купить у меня? Ну это я объясню. Клиент получает теплозащитность внутри дома, долговечность конструкции дома, современный эстетический вид дома. Вот. Ну это я так выделил. Правильно. Абсолютно правильно. Что клиент получает, когда из фасад три позиции. Да. И 10 офферов для тестирования. Вот это я же хотел. Утепление фасадов минеральной ватой, утепление фасадов… Нет, смотри. Ты не понял. Ты не понял. Что такое оффер? Оффер – это предложение. Вот, понимаешь, это сильное предложение. Вот какое-то предложение, которое бы… Оно должно содержать себе причину купить у тебя. Именно вот твои… Просто утепление фасадов минеральной ваты все пишут. Должна быть какая-то причина. Оффер, да, причина. Нужно сильно. Да, иногда это просто цена может быть, да, там… А дешевая цена – это уже… Это уже хороший оффер, да, да, вот это уже оффер, да. Когда ты пишешь, например, цена там 500, затеркнутая, рядом 300, это вот уже оффер, да, например. Но в данном случае цена, она как бы для тебя, я вижу, что цена, она может быть на первые объекты, да, какая-то потом. Это тупиковая ветвь – снижать цену. Потом, наоборот, надо думать, где повышать цену, на чем. Ну, смотри, есть как бы у тебя два вида клиентов, я рассуждал, да. Есть клиенты, как бы застройщики, вот как Саша. Саша. Да, и есть клиенты, которые с частными домами. Вот, застройщиками там, там как бы понятно, видишь объект, едешь, встречаешься и каким-то образом учишься им продавать, да? Ну, да. Вот, да, но тебе повезло, что тебе прям тут его привели, а так ты едешь, там отлавливаешь настройки, учишься добывать его контакты. То есть, это один из способов. Второй способ, как я вижу, это интернет. То есть, мы делаем какой-то сайт и на этот сайт делаем различные предложения, офферы. И вот задача вот этих офферов как раз, да, человека каким-то образом зацеплять. На что? Ну, например, какие ключевые слова мы можем давать в интернете, например, делаю фасады домов, да, там, утепление фасады, покраска фасадов. Вот ключевые слова нужно какие-то собрать, на каждое, по каждому какие-то офферы. Я подумал, что сайт тебе не подходит, потому что у тебя нет портфолио никакого, да, то есть, придется брать чужие фотографии, это все плохо. Поэтому я решил, что тебе подойдет квиз. Квиз – это такой хороший такой мини-опросник, где человек, ему задается несколько вопросов, и затем у него сберутся контакты. И после этого он оставляет свои контакты, ты с ним связываешься и ведешь диалог. То есть, ты получаешь контакты потенциального клиента сразу себе. Вот. Я нашел партнера, замечательный такой парень, он живет в Челябинске. Очень классный Артем, мне понравился, я с ним пообщался. У него есть квиз, он делает квизы, он тебе сделает квиз. А вот тебе бриф, Артем прислал, заполнишь бриф, отдашь Артему, он тебе сделает квиз и настроит рекламу для этого квиза. Он будет задавать тебе еще потом какие-то вопросы. Тебе нужно только делать, ну, давать ему информацию, которая ему нужна, все остальное он сделает сам. Мы сейчас будем тестировать с тобой три метода. Вот первые два традиционных. Это ты находишь заказчика, с ним вступаешь в прямые переговоры. Второй метод, значит, мы делаем рекламу в интернет и на квиз собираем контакты потенциальных клиентов, с кем потом работаем. А, третий метод – доски бесплатных объявлений, правильно, да? Да. Входящий поток создаем. И четвертый, у меня появилась идея нестандартная для продажи. Смотри. Есть такая штука, есть люди, очень много людей продают дома, и у этих домов зачастую очень страшные фасады, просто некрасивые. Дома некрасиво выглядят, из-за этого их продают очень дешево. И ты, например, такому человеку звонишь, его контакты легко найти, потому что они дают объявление, они эти дома продают. Ты звонишь и говоришь, а давайте я вам сделаю новый фасад, и ваш дом станет стоить, ну, это как предпродажная, есть такая услуга, например, предпродажная подготовка машины, а ты говоришь, я вам сделаю предпродажную подготовку дома. Я вам сделаю такой красивый фасад, что вы продадите свой дом в два раза дороже. Хорошая идея. Да. И здорово, конечно, если ты еще в пару вступишь с каким-то дизайнером, который, например, будет клиенту делать эти предложения. Если клиент, в принципе, заинтересовался, то вы делаете ему эскизное предложение, скидываете, и он смотрит, вау, дом там вообще классно выглядит, правда? Потому что, изменив фасад, ты можешь, ну, дом будет выглядеть, ну, очень сильно, вообще по-другому, это будет вообще другой дом. И я подумал, что вот этот способ продаж, он может быть очень тоже, тоже как гипотеза, ее можно попробовать. Попробую, да. Ну, просто знаю, многих, кто продает, это быстро. Ну, я как сталкивался, что быстро, чтобы вкладывать никто не хочет. Ну, это именно люди, которые сугубо строят и перепродают. Да, да. И, понимаешь, человек, у него дом стоит там за 200-300 тысяч долларов, да, и ему там ты говоришь, ну, давай 10 тысяч еще вложи, и вообще, ну, его хотя бы за эти деньги возьмут. Так его вообще никто не возьмет, потому что такими домами он рынок забит. А мы его сделаем, он будет очень сильно выделяться, отличаться. Просто нужно научиться делать такие красивые. То есть, сделать упор на дизайн. То, что сейчас особо никто не делает, а домов красивых почти нет. То есть, все, что продается, строилось 20 лет назад. Ты сделаешь, вот по этой моей гипотезе, по 4-й, сделаешь 50 звонков. И когда будешь делать эти звонки, поставишь телефон, запишешь. Добрый день, меня зовут Екатерина Бекир, и я психолог, процессор Коу. Я буду работать психологом на проекте «Зажигалка». Меня для работы выбрал своим психологом участник шоу «Ярослав». У нас уже состоялась первая встреча, на которой мы познакомились. Я рассказала о том, что же такое процессинг, как будет проходить работа, какие результаты он может получить и что может ожидать от работы. Потому что, в первую очередь, это всё же готовность самого клиента изучать себя, познавать себя, открывать какие-то новые грани свои, раскрывать свой потенциал и реализовывать свои замыслы. Процессинг — это такая системная работа над собой и исследование себя. В результате процессинга человек получает способности, он становится способным справляться с тяжёлыми жизненными ситуациями, он становится способным получать лучшие результаты, он становится способным воплощать свои замыслы в реальность, он становится способным раскрывать свои таланты, потенциал. Также человек может наладить отношения в семье, улучшить финансовое положение и даже решить какие-то вопросы со здоровьем. То есть процессинг — это совокупность психологических и коучинговых техник, которые направлены на глубокое исследование, познание себя. И именно поэтому эта система даёт возможность определить какие-то глубинные паттерны поведения, установки, какие-то ограничивающие убеждения, какие-то автоматические реакции, которые мешают человеку по жизни быть капитаном в своей жизни, а делают его человеком, который просто реагирует на стимулы. Поэтому самая главная задача процессинга — это очень экологично и комфортно для клиента раскрыть его способностей и сделать его капитаном своей жизни, его источником всего, что происходит в жизни, а не точкой, которая реагирует на жизненные ситуации. На первой встрече Ярослав очертил своим переживаниям, то, с чем он хочет поработать. И его сейчас самые первостепенные задачи — это получить результаты от своей работы, реализация, и он очень нацелен на успех. Поэтому именно с этими вопросами мы проработаем, посмотрим, что там ему может сдерживать с точки зрения его внутренних каких-то ограничений. И создадим самые благоприятные условия для его дальнейшего движения и развития. Ярослав — человек эмоционально устойчивый, очень мотивирован на результат, на работу над собой со всех сторон. То есть он согласился даже выполнять дополнительные задания, которые я буду ему давать касательно работы. И он заинтересован в работе, что, конечно же, говорит о том, что, возможно, мы получим очень скоро хорошие результаты. Также мы запланировали пять сессий по его запросу. И уже в результате этих пяти сессий, в принципе, будет виден результат нашей работы. Но, конечно же, в процессе мы можем скорректировать и, возможно, понадобится меньше сессий, либо, наоборот, больше. И предварительно вот сейчас уже есть план работы на пять сессий. Желаю всем участникам успеха в продвижении в их замыслах. Всем зрителям хорошего дня! Ну что, а теперь самое время узнать, как же дела у Людмилы. Уверена, что вам интересно. Работа активно продолжается и Людмила включилась. Как вы помните, у нас последняя наша история, которую вы знали, была в поиске денег на Facebook, на рекламу, на запуск рекламы. Людмила нашла эти деньги и работа, в общем-то, активно идет. Первая проблема, с которой столкнулась Людмила спустя два дня, когда мы с ней связались, это была проблема того, что работы стало много, а мастеров стало вдруг мало. Мастера начали валиться, болеть, уходить. И, собственно, тот кусок, который у нас как раз на Кате, он у нас, ну, сильно начал страдать. И сейчас они активно решают эти задачи. Люда активно работает с Еленой. Елена помогает сейчас ей простраивать те вещи, которые у нее не были простроены. И, в общем-то, Люда достаточно довольна пока что всем, что происходит. Я не очень влаживаю эти процессы, но знаю, что работа идет. Также мы посмотрели с Сергеем, оценили Инстаграм. Помните, мы говорили о том, что мы не будем развивать сейчас Инстаграм. Но все-таки приняли решение, что раз уж мы привлекаем команды, то мы можем сейчас привести в порядок Инстаграм Людмилы для того, чтобы даже когда мы просто рекламировали посты, люди, приходившие в Инстаграм, они не пугались его, а видели, что там все чинно и понятно. И для этого мы, как всегда, нашли человека, который бы мог в этом вопросе помочь. И сейчас нашей помощницей оказалась Евгения, которая живет в Москве. И она начала работать с Людой. Но лучше вы посмотрите сами, что это за Женя и что они сейчас делают. Всем добрый день. Меня зовут Евгения Силаева. И я занимаюсь оформлением и продвижением аккаунтов в Инстаграм. Сейчас мы работаем с Людмилой над аккаунтом ее салона Monomi. Главная задача – это сделать профиль Людмилы привлекательным для аудитории и, конечно же, продающим. Для начала мы сделали разбор аккаунта и поняли, что менять нужно абсолютно все, как подход к написанию текстов, так и визуальную составляющую. Для этого я разработала стратегию, в соответствии с которой мы будем работать над развитием профиля. В стратегии я прописала контент-план, чек-лист необходимых действий, а также подробные инструкции, в соответствии с которыми Людмила сможет самостоятельно писать тексты, обрабатывать фотографии и также множество других мелких нюансов, которые возникают при работе с Инстаграм. На сегодняшний день мы уже опубликовали первые посты и вы можете видеть в Инстаграме «Людмила изменения». Но я думаю, что это только начало и в дальнейшем мы сделаем Инстаграм Людмилы действительно эффективным каналом продаж. Так, ну а теперь самое интересное. Давайте вернемся к цифрам. Потому что, как вы помните, мой вообще весь скандал заключался в том, что при отключенной рекламе цифры были 256 гривен, был выторг 4 февраля и 33 гривны был выторг 5 февраля. То есть это ничего. Для тех, кто из России, умножайте на 2, вы будете получать приблизительную сумму в рублях. Что стало происходить сейчас? Давайте посмотрим. 7 февраля, значит, мы включили рекламу. 7 февраля 1413 гривен, 8 февраля 2439 гривен. Далее все время идут цифры 1000. Самый маленький был 869 10 февраля. И дальше в пределах полутора тысяч до 16 февраля. 16 февраля 3333. И вот дальше цифры 1267, 1545, 259. Чтобы вы понимали, хорошим месяцем, Людмила называла месяц декабрь, где общий выторг составлял 30 тысяч. Мы уже сейчас перешли эту цифру и цифры растут. Вот вчера, например, был выторг, у них 2159 гривен, была касса. Цифры растут. Людмила, когда я ей пишу по вечерам, говорит, что некогда присесть, потому что работы очень становится много. Так что, как видите, все начинает набирать обороты. Но, как вы помните, наша цель 100 тысяч. И мы непременно должны к ней дойти. Но это еще не все. Потому что я подумала над тем, что мы все-таки находимся в разных городах. И я не могу посмотреть, как работает Людмила. Поэтому я попросила одну из зрительниц, Алену, отправиться в гости к Людмиле в салон и какую-то услугу для себя опробовать. И Алена любезно согласилась это сделать. И прямо сейчас вы можете услышать отзыв Алены, что же она делала, что ей понравилось или не понравилось. В общем, смотрите сами. Привет, меня зовут Алена. Сегодня у меня в честь праздничка праздничная укладка в салоне Monomi, Мариуполь. Вот. Иду туда впервые. И после укладки вот этих вот очень непослушных волос обещаю поделиться впечатлениями. Итак, отзыв о посещении салона Monomi, город Мариуполь. Зашла я в свое назначенное время, на меня не особо обратили внимание, но я сказала здравствуйте, чем привлекла к себе внимание. Была какая-то заминка, мол, они не знали, что я приду. В итоге девочка, которая меня встретила, провела, предложила присесть. Делала я укладку. Вот. Мне предложили укладку спинкой, чтобы она держалась. Но... Ну, вот как-то все видно и так. Ничего не предложили, уточнили только о том, какую укладку я хочу. Не предлагали никаких напитков по интерьеру. В принципе, мило. Милое заведение, но очень много сразу бросающихся в глаза недостатков по ремонту. Ну, такое ощущение, что в процессе, как бы, ремонта и у там двери перекрашены, ну, как бы, такие тонкости. Ну, это мне бросается в глаза почему-то. Услуга. Услуга, если честно, не очень понравилась, потому что волосы, ну, это обычная, как бы, укладка после мойки головы и ничего не уложено. Как все телепается, как-то странно. Просто хорошо расчесанная голова. Запись не предлагали, об акциях никаких не рассказывали. Стояла передо мной просто табличка, что действует акция «Приведи друга». Вот. И когда на стойке администратора оба платья сказали, что в феврале есть действует акция минус 20%, вы посчитали меня с этой акцией. В салоне продается косметика, фены, какие-то атрибуты, атрибутика еще дополнительная. Ничего из этого предложено не было. Ни о каких дополнительных услугах ничего никто не рассказывал. Вот. Если честно, ну, как бы, желание возвращаться не хочется. Нет, нет такого, как бы, желания вернуться и сделать что-то еще. Вот. Ну, вот даже видно, что по укладке волосы торчат в разные стороны, так что по желанию со стороны клиента, наверное, менять мастера. Либо как-то обучать их. Ну, это не укладка. Это просто мне волосы посушили. Вот. Рекомендовать, если честно, не могу. Так, ну, я бы в данном случае, конечно, не сильно расстраивалась, но взяла бы это для себя на заметку. Как я понимаю, Людмилы не было, имя мастера тоже мы не узнали, и после этого мы решили внедрить Людмиле бейджи, чтобы у каждого мастера был бейджи, мы знали его имя. Но на самом деле учиться, учиться, еще раз учиться. Это говорит о том, что нужно внедрять, значит, еще не до конца все внедрено, а значит, могут повышаться чеки. Над качеством, безусловно, нужно работать. Ну, и здесь, конечно же, есть вопрос, а является ли в принципе Алена клиентом данного салона, данной целевой аудитории? Возможно, ей нужно что-то повыше, получше, и это есть тоже нормально. Но я очень рада, что тайные покупатели у нас есть, и я думаю, что в скором времени мы снова направим кого-то в салон для того, чтобы узнать, исправили ли девочки свои ошибки. А пока не отчаиваемся и знаем, над чем работать. Сегодня позвал народ, Ярослав, уже забыли про него, наверное. И у нас Саша, помните, где там был Саша? Здравствуйте. Александр Капитан. Его почему-то не позвал, потому что я вспомнил, что когда мы с ним ходили на яхте летом, он рассказывал, что он, оказывается, строит таунхаусы. То есть он застройщик. Он взял участок земли, сделал проект и начал строительство таунхаусов, которые он будет продавать. Я вспомнил, когда я стал думать, Ярослав уже определился, как ты эти технологии, как ты эти фасады будешь делать, тебе нужно искать клиентов. Я сразу же стал вспоминать, а кто у меня есть люди, которые могут быть потенциально клиентами Ярослава. Кстати, в первую очередь, когда вы что-то делаете, подумайте о связях, о своих, потому что часто мы это начинаем в интернете где-то искать, а наши клиенты просто ходят вот рядом. Ну, еще, конечно, я рано тебя называю клиентом, потому что тебе еще надо продать. Но я почему Саша позвал сегодня? Даже не потому, что я надеюсь, что он купит услуги Ярослава, хотя почему бы и нет. Просто мне... Я реально ищу? Да, вот. Он реально ищет себе человека, который будет делать отделку фасадов. Но я его попросил, чтобы он как застройщик, как заказчик рассказал вот человеку, подрядчику, научил бы его со своей стороны, потому что у тебя совсем другой взгляд, что нужно сделать подрядчику, чтобы попасть к заказчику, чтобы взять это подряд. Потому что есть какие-то нюансы, особенно B2B, что нужно, когда он приходит к тебе и пытается продать. Как ему, как ему, почему ты, что ему нужно сделать, чтобы ты выбрал именно его? Ну, учи, пожалуйста. Тем более, я, ну, я же тебя знаю уже больше 10 лет, я знаю, что ты сам в роли подрядчика много лет работал. И ты продавал очень много своих услуг, там, очень крупным заказчикам, и ты умеешь это делать. Ну, вот комплекс жилых домов. Вот, он будет состоять из 7 домов, в первую очередь 6 домов. Нарядный такой. Да, тип таунхаус. А сначала 6 будет таких таунхаусов, а потом еще сколько? А потом еще один, и еще там вторая еще очередь. Сейчас рассматриваем. Еще штук стоу, да? Ну, нет, не сто. Посмотрим, кто пойдет. Пока речь идет о 7 домах. Картинки, я просто больше картинки. Тут, конечно, чертежей полно. Я хочу у тебя отслышать, в принципе, немного. Вот волшебное заклинание. Три волшебных слова, которые он говорит, и ты покупаешь сразу. Научи. Ну, на что смотрит заказчик? Первое, в Украине, это цена. Записывай. Все хотят за 3 копейки. То есть, первое, он приходит и говорит, у меня дешевле всех. У меня дешевле всех, да. Сразу доверие твое вызывает. И второе, это гарантия качества. Ага. То есть, у меня гарантия 100 лет. То есть, да, тут нет, именно гарантия качества. Ну, ты как-то выбирай, тебе или качество, или цену. Вот. Есть как-то, знаешь? Ну, две несовместимые вещи, да. Или какой-то баланс. Вот смотри, здесь цена, тут качество. А в каком месте должен быть вот это вот его предложение? Да, тут уже надо смотреть на человека, то есть, на объект, что надо. То есть, это там, не знаю, там, школа, детский сад или ремонт хостела, да. То есть, человеку... Что ему важнее? Ему надо сделать, да, дешево, ему все равно. То есть, главное, чтобы дешево. Вот есть какой-то заказчик, которому нужна самая низкая цена. В чем проблема? Ты к нему приходишь, и к нему приходят еще 10 человек. И все стараются предложить цену. И все предлагают, в принципе, одно и то же. То есть, если он правильно делает техническое задание, да. Одно и то же, но и ты выбираешь-то тех, у кого... А, и ты выбираешь, да, между множеством, да. Ну, смотри, ты же, когда смотришь на цену, ты же не понимаешь еще, насколько... Ну, вот я, когда человек, который в стройке долго работал, понимаю, что... Ну, например, мой случай конкретно. У меня был поставщик плит, железобетонных плит, перекрытий. Отличный поставщик возил мне плиты, регулярно там в долг давал и все такое. Потом приходит другой поставщик ко мне и говорит, я тебе буду привозить эти же плиты, но на 100 рублей дешевле. Я говорю, отлично, давай. Я своему поставщику старому говорю, слушай, ну, ты прости, но вот у меня новый поставщик, он мне будет поставлять. Мне начинает этот возить. Первый день возит отлично. Прям навез мне этих плит, море. Начали, правда, мы их когда ставить, мы увидели, что эти плиты какие-то не совсем такие, какие-то... Они вот такие, какие-то кривые. Вот. Гораздо хуже качеством плиты были. Но я так понял, что какая-то там отбраковка какая-то, наверное, была на заводе. И они мне это уже не понравились. Потом еще дальше пошло хуже. Он перестал их возить. То есть он перестал нарушать график, да? А у меня же, ну, представляешь, что такое плит нет на стройке? Ты не можешь дальше стены делать. Ну да, то есть у тебя кран пришел, а? Да, у меня кран стоит. У меня такие убытки, что у меня вот эти 100 рублей вообще ерунда получается. Как ты определяешь, у кого качество? Ну, как есть, ну, критерии разрабатываешь, смотря под что. То есть ездишь по объектам, которые сделали. Совершаешь звонки заказчикам бывшему. То есть расспрашиваешь, что за человек. Ну, вот смотри, давай так, давай перейдем к делу. В принципе, нам все как бы понятно. А теперь вот расскажи, наверное, вкратце, какое у тебя там... Дай техническое задание, наверное, Ярославу для того, чтобы он мог прислать тебе конкретное предложение на свои работы, да? Ух ты, ну, это будет не техническое задание. Это будет такое просто в разговорном жанре. Ну, в принципе, как бы это будет происходить с заказчиками. Потому что очень мало заказчиков, которые дают технические задания. Мы на конкретной встрече. И на самом деле это очень хорошо, когда люди не дают конкретного технического задания. Ну да, ты можешь варьироваться. Когда никто ни за что не отвечает. Ну, и ты можешь... Не, и дело в том, что ты можешь немножко варьировать, да? Конечно, да, конечно. И изменять, как-то играть с ценой. Потому что разные предложения, они как бы разные. Не только по цене, но и по своему наполнению. Всегда надо давать на один и тот же объект несколько предложений. Это важно, кстати, да? Да, да, да. То есть проработать, какие технологии работ могут выполняться, да? Сказать, что это... Это могут быть сроки. Это может быть... Я предлагаю, смотри, первое предложение. Самое дешевое. Вот самая дешевая цена. Значит, смотри. Вот этот утеплитель в Голландии на заводе. Самовывозом. Да? Именно, именно так. Этот краску надо самому покрасить. Вот. И так далее. Самое дешевое предложение. Такой конструктор, который еще надо собрать и потом это сделать. Можно такое отдавать? И самое дорогое, когда ты говоришь, да, мы 100 лет даем гарантию, каждый год еще будем приходить, тебе перекрашивать, да? Именно. Именно. Самая дорогая цена, но... Все правильно. Но за эти деньги мы тебе будем еще в попу поцелуем каждый раз и бутылку шампанского принесем. Опять же, вот ты занимаешься фасадами, правильно? Покраска. Старайся брать очень хороших маляров. Ты смотришь на скорость, как человек быстро делает тебе предложение, как откликается, как... Или если не принципиально, когда... Ну, когда ты хотел получить предложение? Ну, сколько тебе надо? Через час или там через полтора? Ну, есть какие-то объективные, если же так, сроки. То есть, сколько тебе надо для того, чтобы подготовить предложение? Ну, делай, детям. Окей, хорошо. Ну, а дальше я уже буду смотреть. Вот если через неделю предложение не будет... То, да. Значит, что... Уже подписался. Если оно будет, да, если оно будет там через пять дней, через шесть дней, как бы... Уже лучше. Да, уже лучше. Ну, да, потому что если ты не можешь вовремя предложение сделать... Значит, оно либо тебе неинтересно. Я сам очень часто не делаю предложение вовремя, когда объект мне особо неинтересен. Слушай, Саша, а расскажи хотя бы немножко об объекте, потому что мне интересно, может, со мной... Так, значит, смотри, чтобы ты немного понимал, какого рода мне надо будет предложение... Что ты это продаешь? Да. Я уже это продаю. А где есть эта ссылка, если кто-то захочет купить? Да, да, да. Даш, мы под видео поставим. Я дам ссылку, да. Значит, смотри, объект будет бизнес-класса, то есть это не эконом-вариант, потому что площадь его до 200 метров, 190 квадратных метров общая площадь. Вот, объект этот находится на Совках, Киев. Ну, в Киеве находится объект, то есть что-то, если что, логистику будешь продумывать, да. Это Киев, Соломенский район. Да, он находится на горе, то есть очень красивый вид получается на город с эксплуатируемой террасой. И даже из спальни второго этажа тоже достаточно как бы красиво будет. А на каком там готовность какая процента? Готовность сейчас этап свайного поля. Ну, все будет очень быстро происходить. Сейчас весной ты начнешь вылазить из земли и быстро вылазить? Да, да, да. К середине лета мне уже актуально будет начинать фасад. Тут все будет быстро. Потому что планы такие, то есть к середине осени подключать систему отопления и начинать ремонт. Но это нормально, когда ты находишь заказчика в разной стадии готовности. То есть у тебя какие-то, на сейчас ты находишь какие-то там через полгода, и отлично ты уже свой календарь так заполняешь. На вперед у тебя уже есть работа. Артем. Привет. Я рад познакомиться лично. Спасибо, что ты так быстро откликнулся. Молодец. Ярослав, у меня к тебе, блин, большие претензии. Потому что я видел, что Артем тебе написал еще в пятницу, да, попросил у тебя пароль, а ты его отдал только в понедельник. Пароли, но я видел, то есть, ну, забыл, завтыкал. Ну, мне просто бывает стыдно за наших участников, когда мы собираем команду, которая работает на Ярослав пропал, видно, ему стало стыдно. У него даже интернет не выдержал. Я приношу за него извинения, Артем, потому что, ну, реально, у нас происходит это с многими участниками. Я тебя прошу, Ярослав, реагировать, ну, как бы, с такой же скоростью, как минимум, как это делает Артем. Я извиняюсь перед Артемом, это моя ошибка. Все в порядке. Хорошо. Значит, мы с Ярославом в Киеве, Артем в Челябинске, но это не мешает нам дружить и работать вместе. Смотри, на сегодня что у нас готово? У нас готов лендинг, да, у нас готов квиз, то есть опросник. Да. И настроена реклама. Да, все верно. У нас есть два способа находить клиентов. Первый способ, тот, что мы с тобой обсуждали на прошлой неделе, встречались, да, это ездить, встречаться и продавать. Есть второй способ, когда клиенты сами к тебе обращаются. Там тоже придется ездить, встречаться, но клиенты будут уже более теплые, потому что они к тебе сами обратились, сами оставили тебе свои контакты, да, и они уже заинтересованы в том, чтобы получить ту работу, которую ты делаешь. Это будут более теплые клиенты. И для этого мы попросили Артема, чтобы он нам помог в этом. он сделал тебе лейнзинг, на мой взгляд, очень замечательный лейнзинг, замечательный квиз, и настроил тебе рекламу, да. Осталось оплатить и включить и потестить, насколько, как нам удастся, каких, каких лидов, каких-то мы будем получать. Вопрос в том, насколько мы сможем с ними работать. Прошла неделя с нашей последней встречи с Ярославом, и мы с ним определили, что его клиенты, это два типа клиентов. Первое, это владельцы частных коттеджей, и второе, это большие какие-то корпоративные заказчики, то есть крупные застройщики, у которых можно получить очень большие контракты. Естественно, нам понадобился эксперт, кто умеет это делать. Сейчас мы как раз едем там встретимся с этим экспертом, Ярослав тоже туда подъедет. А я немножко о нем расскажу. Это коммерческий директор компании Карат. Более 10 лет эта компания начиналась с четырех человек, они просто продавали провод, кабель с тройком разным. Сейчас это самый крупный в Украине кабельный завод, то есть они начали с продаж, затем они стали сами производить, и они сейчас самые крупные поставщики в Украине кабельной продукции. Только в отделе продаж работает больше 60 продавцов, мы вам покажем. Это очень круто. И Александр Савчук, он стоял у истоков этой компании, он курирует лично все продажи в этой компании, занимается продажами, он продавал огромные контракты, он знает, как с этими людьми наладить контакт, как заключить с ними большие сделки, и я надеюсь, что он расскажет свои секреты нашему герою, нашему Ярославу, и Ярослав чему-то у него научится, потому что Александр Савчук это реально очень крутой продавец. Поехали. Сегодня мы приехали во Львов, я сегодня выступаю на Event Industry Forum уже второй год. Наверное, сегодня мое прощальное выступление, потому что я приехала еще все-таки в роли свадебного организатора, которым я уже не являюсь. Поэтому сегодня буду зажигать ребят на свершение, сегодня буду говорить о том, как важно быть индивидуальностью, о том, как абсолютно не важно, чем вы занимаетесь, но как важно проявлять именно свои таланты, и именно благодаря своим талантам становиться счастливым и успешным. Главная мысль такова, что когда ты занимаешься своим делом, двери тебе открываются все легко и автоматически, и абсолютно не нужно выжимать свой успех, потому что если вы что-то выжимаете, значит это не ваше. Ну, я пошла выступать. Я подумала, что сегодня мы с вами будем говорить не о свадьбе, потому что это скучно, вы уже о них наговорили. Я подумала, что сегодня мы поговорим с вами о вам, мы поговорим с вами о том, чего вы хотите, чего вы вообще можете в этой жизни. Поэтому я очень сильно и не буду научиться не держать в себе эмоции. каждый раз, когда вы держите любые эмоции в себе, вы не даете в себе увидеть, как классно, вам это весело вообще. что важно? Важно, ребята, делать то, что нравится. И так мы будем видеть. Чтобы вы себе побежали и, возможно, как у себя застерегли, точно туда не надо вмешиваться, туда лес не требует. Ну, какое-то письмо себе, ну, капсулу той девочке, яка была доди. Ну, я могу сказать так, что вот все-таки правильно говорят, что нельзя прошлое менять, потому что оно нас делает такими, какими оно нас делает, это правда. Я бы сказала себе только одно, не борзись клиентами и не ври клиентом. Вот это два правила, которые, наверное, свадьбы навсегда уйдут, а я об этом всегда буду помнить. Не врать, и желательно не только клиентам, может быть, от этого я такая честная. У вас сегодня взяли у некоторых от меня уши именно не потому, что я говорила что-то такое, от чего вы никогда не слышали. Ну, в принципе, слов каких-то не знаю. Просто к этому не готовы, потому что это, ну, не принято. Но, вы знаете, я так устала за все это время в жизни от вранья везде, постоянного, что я предпочитаю все-таки быть достаточно правдивой. как вы уже наверняка помните, я очень сильно озадачена тем, чтобы мы занимались с вами не просто бизнесом, но и реализовывали свой личный потенциал. Именно поэтому каждый наш участник обязательно проходит разбор на сервисе Evolution и сегодня я попросила Пашу, основателя этого сервиса, чтобы он сделал такой разбор нашему Ярославу и дал ему несколько рекомендаций, каким образом, исходя из того, что написано в его карте, ему необходимо использовать свои таланты для того, чтобы получить наилучший результат. Давайте посмотрим. Экспресс-анализ для Ярослава. Итак, здесь очень необычный талант в деле жизни, который называется внутренняя истина. Я сразу скажу о том, что те люди, которые понимают, сознают суть этого таланта, обычно очень успешные в своей области, но таких людей меньшинство, и если Ярослав стал одним из них, я, конечно, очень сильно обрадуюсь, потому что это те люди, которые стремятся просто разгадывать тайны, разгадывать мироустройство. Здесь есть также талант внимания к деталям, то есть способность четко, конкретно прорабатывать каждый шаг, каждую деталь, последовательно создавать четкие структуры. Здесь есть способность, соответственно, быть очень убедительным за счет того, чтобы очень кратко, подробно излагать любые там рассказы и так далее. 32-й талант здесь говорит о возможности опять же находить устойчивый путь. Здесь это может быть связано в том числе с инвестициями, то есть видеть, куда стоит вкладываться или каких людей поддержать, направить, кому сколько платить. 42-й талант здесь мы видим это рост и расширение. Это означает, что Ярослав может быть очень хорошим продолжателем каких-то проектов, которые уже начат кем-то другим. допустим, если он вступит в команду и соответственно будет расширять до максимально возможного текущий бизнес. Здесь мы видим есть талант воина, то есть и притянуть близких по духу людей, а также верных клиентов, партнеров, можно проявляя свои воинственные качества, когда есть энтузиазм, когда в жизни появляются какие-то сложности. Здесь в темах самоуражения талант, как у Стива Джобса, который сделал компанию Apple успешной, потому что в бизнесе это умение вносить свой креатив, свой вклад, делать какие-то уникальные продукты либо внося креатив в какие-то уже имеющиеся продукты так, чтобы в этом был свой стиль, чтобы это людям нравилось, и такие продукты они могут стать модными, популярными. Способность видеть, что исправить, что мешает компании достигать благополучия. видим здесь есть талант внутреннего голоса, это талант озарений, то есть структурировать информацию и получать разного рода инсайты, чтобы давать людям новый взгляд, новые перспективы. Темная сторона это не слышать других, не слышать себя. В бизнесе здесь, соответственно, потенциал через дипломатию, через умение урегулировать конфликты, примирить людей и быть всегда миротворцем. Здесь можно раскрыться как хороший бизнес-стратег, это человек, который может организовать процесс, организовать бизнес, который будет работать сам по себе автоматизированно, опять же, в высшем проявлении. Видим здесь в законах успеха это талант реформы, это умение объединить людей с помощью такой эмоциональной связи для того, чтобы изменить какие-то старые правила, старый порядок неэффективный и прийти к тому, чтобы все были довольны, всем хватало ресурсов, все были в благополучии, то есть умение сделать эту реформу. Дальше есть закон успеха, тема предчувствия. Очень много таких талантов, которые можно было бы назвать там эзотерическими, но здесь, допустим, я знаю людей, у которых есть 41-е, это люди, которые предчувствуют тренды на рынке и раньше других начинают что-то и в результате выходят прям в топ. Видим талант плодотворная сила, опять же, если идти по своему пути, вот, если действительно вовремя предчувствовать тренды, доверять этому, то можно стать миллиардером, вот, потому что действительно возникнут проекты, которые захочется прям продвигать, которые будут давать огромный энтузиазм, и здесь, опять же, важно просто следовать своим законам. талант продаж, то есть это талант манипуляции, убеждать, разубеждать, переубеждать людей, помогать им выбрать то, что им на самом деле нужно, вот, важно придерживаться здоровых ритмов, рано ложиться, рано вставать, для того, чтобы была более высокая эффективность, для того, чтобы мозг работал очень эффективно и оказываться в нужном месте в нужное время. Талант жизнеспособности, это, опять же, иметь такую энергию жизнерадостности, которая помогает исправить все то, что необходимо исправить, для того, компания достигала благополучия и поддерживала его. Друзья, сегодня мы приехали к очень, очень интересному человеку, моему другу, его зовут Александр Савчук. Ну, я не буду этого учить, не собираюсь никого учить, мы сейчас с тобой попробуем просто попродавать. Ты поделись своим опытом. Да, мы попробуем найти какие-то точки соприкосновения и начнем с самого главного. Тот рынок, на который ты выходишь, это тот же и мой рынок, но мы выходим с разными продуктами. Саша продает кабель и у него в принципе те же клиенты, что и у тебя. У него строительные компании, какие-то люди, которые делают заводы, предприятия, застройщики, те, кто делает ремонт или строит что-то заново, да, правильно? Аэропортом они продают свой кабель, другие страны продают, они продают огромным предприятиям, причем сначала они кабель покупали, просто продавали, а потом стали сами производить. Значит, каждый должен продавать так, как он умеет. Это нормально? Нормально. Возьмем, например, у нас очень техническая такая сторона, Но у нас есть куча девочек-блондинок, которые прекрасно занимаются продажами. Каждый продает так, как он умеет. Свой подход, свои нюансы. Поэтому никаких шаблонов мы делать не будем. Мы сейчас с тобой попробуем просто... Подожди, я сразу, мне непонятно. У тебя 50 продавцов, да? В компании? Да. Ну, чуть больше. Больше 50 продавцов и нету шаблонов? Каждый продает так, как хочет? Есть общие принципы, я имею в виду, но не будет заученных фраз. То есть, нету скриптов? Нет, ничего такого нет. Нет. Цель какова вот у тебя? То есть, почему я это спрашиваю, что-то очень важно. Какова цель? Побыстрее срубить денег, так? Или на перспективу? На перспективу. На перспективу. Хорошо, я понял, это должен быть системный бизнес, то есть, ты должен стать своим в нашем сегменте рынка. Значит, мы, это строительный рынок. С чем ты будешь выходить? Ну, продукт, как система, мокрый фасад. Мокрый фасад. Те, кто проводят тендера или те, кто принимают решения, да, они не знают тебя, да? Да. Твоя изюминка, чем ты их заинтересуешь? Я вижу только, какая может быть. Я новичок, у меня нет пока много объектов, да, я только начинаю, поэтому я очень сильно стараюсь. И могу предложить немножко дешевле цену, чем рынок, для того, чтобы получить портфолио. То есть, я буду у вас делать, для того, чтобы получить классные отзывы, чтобы получить классное портфолио, я буду очень сильно стараться. Совершенно. Сделаю чуть-чуть дешевле. Вот, но все равно, ты же пойми, мы живем век фантиков, то есть, век обертки, да, не важно, что ты продаешь, важно то, как ты это представишь. Очень крутая мысль, кстати, да, какая будет в голове у клиента картинка, когда, да? Совершенно верно. Сразу предупреждаю, по телефону ты ничего не договоришься, ни о чем. Тем более, по электронной рассылке. Это как предварительная работа, да, она нужна будет. А так настраивайся, ездить, встречаться с людьми, разговаривать, договаривать, и о чем говорить, мы с тобой поговорим. Следующий, сразу себе отмечаешь момент, да, технически должен разбираться. Обязательно. Привожу тебе, например, да, мне звонят и говорят, вы знаете, нет, вот у нас есть дешевле предложение, да, вот у вас там на 3,5 миллиона, да, у нас есть предложение там на 3 100, на 3 200, да, я выезжаю и покупают у нас. Сейчас расскажу, почему. Я более-менее, я не скажу, что я супер там специалист, но я более-менее владею ключевыми вопросами техническими. Я приезжаю, спрашиваю, какой объект? Мне говорят, ну вот у нас свинарники, там у нас там, а то есть, смотрю, огромный действительно объект. Я говорю, хорошо, ты кто? Я говорю, энергетик. Какое твое слово? Мое слово техническое. Если я говорю, этот кабель меня устраивает, берут этот кабель, так, потому что я отвечаю, я говорю, окей, давай с тобой разговаривать так. Смотри, если у тебя начнет греться кабель, тебя штрафуют, тебя уволят, ну у тебя будут неприятности? Да. Потому что я выбирал, какой кабель покупать. Хорошо. Если у тебя начнутся потери мощности, он говорит, а ты что, меня просто съедят, ну это же деньги, деньги собственника. Я говорю, хорошо, тогда давай с тобой нормально разговаривать. Смотри, мы завод, бешеной наценки нет на таком заказе. Обрати внимание, на сколько процентов дешевле вот этот. Кабель, который тебе предлагают. У тебя это ни на какие мысли не наводят. Он такой, ну да. А на какие, говорю, мысли? Где, говорю, тут могут быть подвохи? Давай, поехали. Проводник, медь, медь, да? Она может быть хуже качества. Может быть хуже качества. Естественно, самое дорогое, что может быть в кабеле, это проводник, медь. Вот тебе одна потеря. Второе, изоляция. Тебе нужна не горючая? Да, не горючая. Может быть, что не совсем качественная изоляция? Может быть, да? Дальше. Может быть, что на заводе при технологии, вот видите этот кабель, да? Он должен быть мощно опрессован. Для этого должны быть баунчеры мощные такие, да? Они дорогие. И пресса, они тоже очень дорогие. Не каждый завод себе их может позволить. То есть, ты технически должен владеть ситуацией, да? Обязательно должен владеть. По цене, допустим, если вопрос касается, ну, все, цена и все, да? Я говорю, хорошо. Я считаю, вот эти экономические потери. Второе, я говорю, этот кабель, сколько тебе отсужит? Тот? Ну, пять лет, ну, шесть лет. Страховку, гарантию давать на свои работы, это вот, кстати, это офигенно работает. Какие проблемы? Если у нее стоит цена дешевле, ну, задача сделать дешевле, можешь сделать дешевле, да? Взять меньше, тоньше слой, это мин ваты, да? Краски там поменьше условно. Не иди по этому пути. Сразу говорю. Не идти, да? Не иди. Ну, да, нет, если ты хочешь войти в этот рынок, И ты вот себе заработаешь имя, халтурщик, да? Ну, да, вот ты таки будешь везде звучать. И не заработаешь никакого, да? Мы выработали свой принцип. А что мы предложим? Да. Что мы предложим? Вот мы торгующие... Ну, да, такой же кабель, как у всех. Ну, у всех одинаковый, но я должен что-то предложить. Значит, была выработана концепция. Беспроблемная, полная комплектация объектов в одном месте. Ты должен выработать свой девиз, свой принцип, свою идеологию. То есть, что ты несешь? Наша идеология была полная комплектация. Мы сейчас приз делаем, да? Там вот есть бесплатная... То есть, когда человек заходит, делает опрос, ну, его там заставляют, не заставляют, он делает опрос, да? Анкетирование делается быстро. И он получает, как бесплатную услугу теплоаудита. Ну, когда ты приезжаешь, ну, на место, ты вот именно... То есть, упор, упор там же катается. Вот, смотри, какие гру... Так это офигенное преимущество. И ты ему показываешь больные точки, там, При помощи чего ты делаешь теплоаудит? Тепло, тепловизор. Ну, здесь, ну, здесь, первое время, то есть, надо с компанией, ну, тепловизором. Смотри, теперь это, облечь в понятную, ну, и в такую технологическую формулировку, да? Бесплатный тепловой аудит объекта. Вау! Потом, это первый тезис, Бесплатный тепловой аудит. Так? Второй момент мы берем, как подвязать выявление слабых мест, да? с минимальными потерями тепловая экономия. Как тебе разговор с Сашей? Разговоры очень интересный, понравилось. Ключевые моменты какие-то для себя отметил? Ключевые моменты? Скорее всего, мне понравился ключевой момент, что нужно работать с крупным заказом. Это реально инсайт, да? Потому что можно было уйти в киоски какие-то. Ну, да. Как изначально это предполагалось. Ну, плюс нужно портфолио и сайт разработать. И плюс в первую очередь покупают люди. Да. Какая бы ни была большая компания, ты находишь человека. Договариваюсь. С ним завязываешь отношения. И показываешь, что ты адекватный, нормальный, тебе можно доверять. Если тебе могут доверять, то тебя покупают. Правильно, да? Да. Еще есть такая хорошая штука. Саша очень правильно сказал. Почему он классно продает? Он классно продает, потому что он знает, что у него очень хорошая продукция. Да. Очень есть такое выражение классное. Прежде чем продать кому-то, нужно продать это самому себе. Вот ты должен сделать такой продукт, ну, или быть настолько уверен в своем продукте, чтобы ты сам его хотел купить. И тогда ты это продаешь. Пока этого не будет. И опять же, мы не услышали, к сожалению, или к радости волшебных заклинаний никаких. То есть, путь один, да? Терпение и труд все перетрут. Идешь, встречаешься, местишь грязь, встречаешься с человеком, общаешься долго, нудно может быть. Но, в конце концов, победа за нами. Она будет. Она будет. Еще пару слов. Смотри, вот эту неделю я смотрел твое отчеты, ты ездил, ты звонил. Да. У тебя были какие-то общения. Что ты скажешь об этом? Ну, о том, что ты делал. По поводу объездов, но было трудно. Основного человека, который занимается, не получилось получить контакт. Не знаю почему, там основные были рабочие. И пару раз встречался прораб, который сугубо сам выполняет эти работы. По поводу предпродажной подготовки фазада, ну, я бы сказал бы, что она не живет. Потому что, как я общался, попадал... Это была гипотеза, мы ее проверили. Общался с хозяевом, где-то все ответили мне, что зачем мне... Они хотят вкладывать, они хотят получить. Не нужны деньги, то есть я продаю как есть. Брокера, в основном, пожалуйста, скидывайте свои предложения, то есть мы будем рассматривать. Ну, где-то 50 на 50, потому что, я так понимаю, те, которые спрашивали предложения, то это крупные компании брокерские, которые я... Ну, то есть их можно предложить. Еще с компаниями стройками, которые я обзванивал. Идея очень интересная, то есть она может жить, но здесь вот функция договорника, ну, то есть договориться как, потому что они хотят дешевле, а... А как тебе Саша сказал, он очень четко сказал, по телефону это только... Цель звонка... Цель звонка назначить встречу. Или есть работа, да. По телефону не продашь, да? Нет. То есть ты звонишь, то есть получается как, сначала звонишь, чтобы назначить встречи, потом ты уже едешь на встречу и там продаешь, да? Ну, я же понимаю, цель звонка даже для меня был, именно понять, или есть работа, да? То есть вот. А уже потом, то есть да, за этим идет встреча. Я согласен. Ну, плюс это размещение, у меня было на объявлениях, да, один звонок был, я приезжал на встречу, но там было обложить входную группу, ну, она... Ну, да. А смотри, сколько ты сейчас примерно времени, ну, своего вот энергии тратишь на то, чтобы этим заниматься, продажей услуг по фасадам? Энергия, ну, процент, наверное, если брать эти звонки, где-то 30. где-то там. Саша, что ты сказал? Сказал на 100%. На 100%. То есть сегодня, да, для того, чтобы добиться результата, особенно на старте, должен быть 100% в это включен, 100% твоей энергии, твоего времени, твоих сил, да, всех ресурсов должно быть задействовано под это. Мы, со своей стороны, команда, подумаем, кого еще подключить, чтобы эффективнее, потому что сейчас нужно сделать, будет сайт, вот, мы подключим, что сделать тебе этот сайт, квиз-то уже есть, мы его запустим, узнаем потом, как это будет работать, да, но основные большие контракты ты можешь получить только на личных встречах, естественно, квиз, может быть, ты получишь, ты получишь просто, может быть, я здесь согласен, но мне бы, честно, бы хотелось хотя бы взять там три каких-то, ну, 250 квадратов, чтобы понять, как вести на завод. На следующей неделе 100% включенность, каждый звонок, каждую встречу заносишь в таблицу, и будем потом смотреть, какие результаты, ну, и будем работать, видишь, только так, только так. Ну, чудес других нет. Нет, я согласен. Ну, вот, собственно, таким у нас получился этот выпуск, и сейчас я хотел бы обратиться непосредственно ко всем нашим зрителям, потому что мы после каждого выпуска сейчас получаем много анкет, реально много, но большинству людей мы попросту кому-то не можем помочь, а кому-то просто понимаем, что наша помощь особо и не нужна. Сейчас хочу вам немножечко объяснить о происходящем. Во-первых, если вы никогда не занимались бизнесом, у вас нету никакого опыта, то, скорее всего, для вас будет абсолютно глупым приходить в наше шоу, потому что, знаете, для того, чтобы понимать ценность того, что мы даем, для того, чтобы иметь возможность, иметь энергию, силы все это воспроизводить, вам необходим первичный опыт. Вы должны понимать, как все строится, вы должны понимать, что такое неправильно настроенные рекламные компании, вы должны понимать, что такое деньги, слитые в трубу. Тогда-то вы и начнете нас ценить. Прежде всего, мы поняли, что мы не хотим брать больше в шоу одиночек, людей, которые попросту, ну, скажем, ремесленники, которые работают сами на себя, потому что построить вам бизнес мы не сможем, потому что это ремесло, а как мы уже увидели на примере Оли Миняйла, один человек, когда он один, он не в состоянии все это переварить и в какой-то момент он начинает сливаться и подставляет всю нашу команду. А теперь внимание о команде, потому что, если кто-то еще не понял, то главная ценность в данном сезоне заключается в том, что мы с Сергеем начали подбирать профессионалов абсолютных в каждой в том действии, в котором нам необходимо. Абсолютно бесплатно вам делают сайты, вам настраивают рекламу, приходят специалисты, обучают вас продажам. Абсолютно все, что вам нужно, вы получаете. И мы с Сергеем определяем, что же конкретно вам необходимо добавить для того, чтобы ваш бизнес запустился. И это колоссальная ценность и стоимость этого, поверьте мне, огромная. Просто компании хотят вам помочь, компании, безусловно, хотят показать себя на деле и получить пиар, и за счет этого вы получаете бешеный симбиоз. И нам бы очень хотелось с Сергеем в шоу видеть, наверное, три ключевых таких типажа, которым мы точно можем помочь. Во-первых, первые люди это те, у которых есть бизнес. Этот бизнес может ужасно быть настроен, он может быть в минусах, вы можете сидеть в убытках, но у вас есть что-то уже наподобие бизнеса, вы работаете и вы понимаете, что все не так просто. Вас мы с удовольствием готовы рассмотреть, взять к нам и вывести на те показатели, которые действительно могут быть. Второй тип, с которыми интересно поработать, это люди, у которых достаточно успешный бизнес, но которые уперлись в определенный потолок. То есть вы понимаете, что вроде больше бы вы заработать не можете, или у вас нету больше идей, или у вас нету больше ресурсов, чего-то вам не хватает. Мы также готовы браться за такие проекты. И третий тип людей, это люди, которые имеют финансовые возможности, хотят сделать бизнес, но имеют достаточно мало в этом опыта. Ну, в принципе, можем рассматривать вариант Юлианы, которая пришла к нам с рестораном. Для того, чтобы изначально сделать все правильно, для того, чтобы на вас работала классная команда людей, и вы получали это, скажем так, в подарок, для вас это тоже очень крутая возможность. Мы хотим работать с теми людьми, которые понимают ценность того, что они получают. Потому что большинство людей, которые пишут, поверьте, это сложно читать, потому что вы настолько оторваны от реальности, вы придумываете какие-то цифры, которые вы можете зарабатывать на ароматических маслах, на каких-то лизунах, на том, что сделать, вообще невозможно и нереально. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы опыт вы получали непосредственно сами, для того, чтобы вы затем понимали, насколько верные рекомендации мы даем и насколько проще работать с нами. Вот, собственно, такое обращение. Поэтому, если вы хотите стать участником шоу, и вы себя в этом узнаете, обязательно заполняйте анкету. Анкета находится под каждым выпуском, внизу в описании. Заполняйте их, присылайте, и мы с удовольствием будем с вами работать, и с удовольствием будем давать вам результаты. Просто очень хочется, чтобы эти результаты доходили до тех людей, которым они действительно нужны, и которым мы реально можем помочь и сделать и классный продукт, и классный маркетинг, так, чтобы о вас узнало как можно большее количество людей. И сегодня мы, безусловно, думаем постоянно над тем, как дать больше ценности не только нашим участникам, но и вам, нашим зрителям. Потому что вы обучаетесь на примере тех людей, которых мы вам показываем, и мы бы хотели понять, чего еще вам не хватает, что бы вы еще хотели. Мне очень хочется попросить вас писать рациональные вещи, а не что-то оторванное от реальности космическое, действительно рационально. И сегодня я хочу разыграть сертификат на 300 долларов на обучение у нас. У нас, если вы не знаете, на моем сайте ольга-ермилова.com есть раздел с тренингами. И я хочу подарить сертификат на 300 долларов для того человека, который напишет, на мой взгляд, наиболее хотя бы один инструмент, реально, который сможет наше шоу сделать еще лучше. Обязательно давайте нам обратную связь. Для меня это очень ценно, потому что когда вы даете действительно искреннюю связь, когда вы говорите о том, чего бы вам хотелось, что вам не хватает, мы можем сделать наш продукт для вас более ценным, а это является нашей, ну, одной из наших главных целей. Уже в следующем выпуске вы увидите итоговую месячную встречу всех наших участников, где они расскажут о своих результатах, успехах, где будет вручен подарок за месяц главный, который получит тот человек, который за месяц даст наибольшие результаты. Ну и вообще вы узнаете, как у всех дела, на каких показателях, кто где находится, и сможете получить интересную информацию непосредственно от них. А еще в эту пятницу мы уже провели прямой эфир. Я надеюсь, что многие из вас там присутствовали. Если нет, посмотрите обязательно запись. И будем периодически проводить такие прямые эфиры, где мы будем отвечать на ваши вопросы и куда мы будем приглашать либо экспертов, либо участников из нашего шоу, для того, чтобы вы также могли задавать им вопросы. Поэтому обязательно следите на страничках в моих социальных сетях. Вся эта информация там публикуется. Спасибо, что вы нас смотрите. С нетерпением жду ваших комментариев. Не забывайте подписываться на наш канал, подписывать всех, кого вы знаете, и ставить нам лайки. И огромное вам спасибо за ваше бесконечное количество комментариев, которые вы оставляете. Мы вас любим, мы для вас стараемся, и мы хотим, чтобы вы были успешными и богатыми. Ну, а я пошла работать.